Ребята, всем привет! Сегодня я решила снять такой вопрос-ответ видео. Мне кажется, я уже давно такое не снимала. И оно будет более лёгкое, оно будет не про какую-то одну тему, это будет более такое непринуждённое, такой чит-чат. И я буду пить водичку. Я думала, что я хочу чай, но я не хочу чай, так как уже после обеда, я обычно после обеда стараюсь кофе много не пить, чисто из-за того, что это может влиять на мой сон. Поэтому я пью воду, и это тоже прекрасно. Вот, и о чём мы сегодня будем говорить? Про разные, на разные темы. В Инстаграме я у вас неделю назад это спросила, какие у вас есть вопросы, которые вы хотели бы задать. Просто в таком формате вопрос-ответ. И сегодня мы пройдёмся по некоторым из этих вопросов. Будет немножко про личное, будет немножко про работу, про разные такие рандомные темы, которые всегда не знаешь, в какое видео впихнуть такой вопрос или такую тему. Сейчас мне надо найти скриншот этих вопросов. There we go. Первый вопрос. Начнём с самого сочного вопроса. Как вы познакомились с парнем и сколько времени у него вместе? Я про свою личную жизнь очень мало рассказываю, и это просто такой мой выбор. Я считаю, что когда ты показываешь очень много своей жизни, ты становишься такой какой-то, в какой-то мере уязвимой позицией. И я осознанно не хочу себя ставить в эту уязвимую позицию. Всё-таки личная жизнь – это деликатная такая вещь. И тем не менее, я не скрываю, что у меня есть парень. Мы с ним, если ответить на вопрос, мы с ним уже два года вместе. Мы два года назад познакомились. И мы познакомились в интернете. Мы познакомились на аппе знакомств. Этот апп называется Inner Circle. Я не знаю, популярен ли он в русскологичном мире. Если да, то скажите мне, напишите мне внизу. Потому что я знаю, что Tinder вроде как популярен, а вот Inner Circle – это более такой... Он не самый новый апп, но он и новее, чем Tinder. И мы познакомились там. Мы сходили на дейт, на свидание, просто типа выпить. И потом стали общаться. И, в общем-то, сейчас мы уже живём вместе. И мне трудно поверить, что уже прошло два года. Вот. Поэтому такая вот у нас не особая история. В том плане того, что мы не встретились на каком-то таком невероятно романтичном месте. Либо какой-то такой... Это не была какая-то абсолютно случайная встреча. Это было такой очень в наше время стандартный способ встретить партнёра. Это в соцсетях, в онлайн, в онлайн-мире. Но анализируя себя и его, и нашу жизнь, мы вряд ли бы могли пересечься в реальной жизни, если бы мы не встретились онлайн. Потому что мы по работе никак не пересекаемся. Он работает в абсолютно другой индустрии. Локально мы, скорее всего, бы не встретились. Поэтому я в этом плане очень благодарна вот этим приложениям и вообще интернету. В том плане то, что ты можешь встретить человека там, которого ты бы не встретил в реальной жизни. Вот. Поэтому вот так мы познакомились. Было ли в изучении нутрициологии что-то совсем новое или неожиданное для тебя? Вот это очень интересный вопрос. И я как-то вот... Над ним мне нужно было немножко подумать. Потому что, когда сейчас я уже прошла образование, да, нутрициологии, трудновато вернуться назад и посмотреть на это глазами, на знания глазами как бы человека, который не прошёл это образование. Но я постаралась задуматься. И знаете, что для меня было достаточно интересным? Это то, насколько много психологии в нутрициологии. Это то, как раз таки, чему мало учат. Когда ты делаешь degree, когда ты получаешь степень, научную степень, практически нету модулей, но нету предметов про психологию питания. Очень мало говорится про расстройство пищевого поведения. То есть то, что я на сегодняшний день знаю, это какие-то мои собственные раскопки в плане... То есть я находила других специалистов в расстройстве пищевого поведения, в интуитивном питании, через которые... Они тоже профессионалы, конечно. Это могут быть психологи, и нутрициологи, и диетологи, которые специализируются в пищевом поведении. И уже через такие external, внешние источники я находила вот эту информацию, научные данные. А именно в университетских курсах на сегодняшний день недостаточно, по моему мнению, материалов по пищевому поведению, особенно расстройствам пищевого поведения и нарушению его пищевого поведения. Это первое. И второе, мало знаете чего? Мало преподают именно coaching skills, именно навыки коуча. То есть как проводить консультацию, как задавать вопросы. То есть это, опять же, это больше психология, да? Но это настолько невероятно важно в работе коуча, нутрициолога, любого человека, который работает с привычками клиента. Вот эти coaching skills, они невероятно важны. И, опять же, я должна была научиться этому из каких-то внешних источников. Конечно, из-за своего опыта, но до того, как в момент, когда у тебя нет своего опыта, ты должен где-то примерно понимать, окей, как структурировать, например, консультацию. Такие вот нюансы. Это, в общем-то, все вот эти вот навыки можно брать из мотивационного интервью. Есть такая стратегия, можно ее назвать motivational interviewing, то есть мотивационное интервью, то есть именно как правильно задавать вопросы. Например, задавать более открытые вопросы, нежели вопрос, на который можно ответить да и нет. То есть такие вопросы, которые могут именно открывать дискуссию в каком-то вопросе. И так как я много работаю именно в частной практике с именно пищевым поведением, нарушением пищевого поведения, эти навыки, они бесценны, они очень-очень важны. Вот это, наверное, было такое самое ага. Вот здесь вот недостаточно. Существует тренингов и существует... Не достаточно, да, дают материал для студентов именно с точки зрения, а как в практике использовать знания, которые мы приобрели за период обучения. Вот, ну, наверное, вот эти такие топ-2 будут. Конечно, когда ты ещё не начал учиться в университете или когда ты просто думаешь, а каково это будет учиться на нутрициолога, например, кажется, что это будет про смузи, зелёные соки, про какие-то там детоксы и так далее. На самом деле всё намного глубже. Ты начинаешь изучение какой-то биохимии, то есть, например, там, построение углеводов, построение белков. И всё вот это взаимодействие, это, опять же, сильно пересекается с химией, с биохимией. Вообще, нутрициология, чем мне очень нравится эта наука, то, что эта наука, она находится на пересечении многих других дисциплин. То есть, это микробиология, это биохимия, это психология, это физиология, это что ещё? Какая-то микробиология уже сказала, биология, конечно. То есть, это интересно очень, потому что есть разные... Эта наука, она очень многогранна, да? То есть, ты можешь выбрать разные пути специализации. То есть, ты можешь уйти в большее психологическое направление, либо ты можешь уйти в большее микробиологическое направление. Например, то, что я делала... Я писала диссертацию про микробиоту кишечника, и я работала в лаборатории. Сейчас, если вы очень брезгливы, вам не понравится, что я скажу. Я в лаборатории должна была из человеческих какашек выделить ДНК, ДНК бактерий, потому что в какашках, конечно, и все эти бактерии, полезные бактерии, хорошие бактерии, и неполезные бактерии тоже есть. И, в общем-то, я должна была стиснуть зубы, это нужно было сделать для моего проекта, это очень такой хороший скилл, уметь пользоваться разным оборудованием в лаборатории. И я должна была это сделать. То есть, опять же, это уже больше не эндроцилогия, это микробиология, когда ты изучаешь бактерии. Вот, в этом плане можно себя найти в разных поддисциплинах, в одной дисциплине. Это был очень долгий ответ на один вопрос. Продолжим. Какие анализы рекомендуешь давать для ежедневного чакапа? Очень хороший вопрос. Так, смотрите, что нужно для ежедневного... Как вопрос? Ежегодно, да. Что бы я советовала проверять? Глюкозу, метаболизм глюкозы, сахара. Я бы советовала проверять щитовидку, железо, особенно для женщин, потому что у женщин чаще анемия, из-за того, что у нас вытираем кровь каждый месяц, дай бог, если работает цикл... И поэтому, если обильные месячные, часто бывает анемия, то есть нехватка железа, именно железодефицитная анемия. Можно, если вы на каком-то таком растительном веганстве, питании, то B12 нужно сдавать, витамин D нужно сдавать большинству людям. Сейчас очень много ресерч-исследований выходит о том, насколько важен витамин D для иммунитета, для здоровья костей, для разных-разных механизмов в организме. То есть вот витамин D можно сдавать. Что еще такое? По витаминам я бы сказала то, что это такой самый топ, наверное. Это то, что часто будет входить в такие стандартные тесты. То есть ничего такого замудренного не нужно включать. Это все анализ крови, конечно. Анализ крови, это все равно, это самый такой legit, самый достоверный способ проверить какие-то дефициты. Не сдавайте кровь на волосы. По волосам нельзя сказать, на самом деле, реально статус витаминов, минералов. Сейчас очень популярно в альтернативной медицине сдавать анализ волос, особенно на микроэлементы, на минералы. Но корреляция там и, как сказать, по волосам, в общем, не правильно идет неаккуратная и неправильная репрезентация того, что происходит в крови. Вот. Что еще? Фолик асид. Это витамин B9. Его тоже можно сдавать. Ну, наверное, вот это все. Если что-то забыла, если у вас какие-то вопросы, то пишите в комментариях. Может быть, я вспомню и прокомментирую. Стоит или не стоит. Ну, это такие будут мои топ. Это то, что я бывает... А, и холестерин еще можно проверять, но это, опять же, зависит от вашего питания. Как следить за порцией своего приема пищи? Как отучиться есть много? Это очень большой вопрос. Самый простой, мне кажется, способ, такой как гайд, это если вы представите тарелку, такую стандартную, не маленькую тарелку, нормальную, стандартного размера. Половина этой тарелки должно быть занято овощами и фруктами. То есть это какой-то такой, может быть, разноцветный рейнбол, радужный салат. Может быть, сырые овощи, могут быть, приготовленные. Это как вам нравится. Дальше четверть тарелки занимают углеводы, углеводные продукты. Рис, картошка, какие-то крахмалистые продукты, макароны, могут быть, спагетти. Давать больше предпочтения цельнозерновым, таким более качественным углеводам. И другая четверть занимается белковыми продуктами. Это мясо, рыба, курица, яйца, растительные белки, это будут тофу, бобы, соевые бобы, или другие разные фасолевые бобовые. И это все как-то может заправлено быть каким-то источником жира. Например, может быть, авокадо в салате. Ну, авокадо будет считаться как на самом деле часть салата. Может быть, какое-то оливковое масло. То есть, это такой стандартный гайд, и, мне кажется, очень простой гайд, путеводитель по тому, как делать порцию. Теперь, отойдя от этого, нужно сказать, что нужно слушать свой голод и насыщение. Наш организм при нормальном функционировании имеет вот этот заложенный механизм регуляции гормонов голода и насыщения. Когда мы едим, мы насыщаемся, посылается гормон мозг, мы сыты, хочется меньше есть. То есть, нужно, я считаю, что нужно смотреть и на порции, как бы внешние, то есть, например, вот тарелку использовать, да, и также внутреннее. Очень-очень важно слушать свой внутренний голод и насыщение, потому что диетная культура учит нас не слушать себя, что себе нельзя доверять. Себе нужно учиться доверять. когда вы были маленьким ребенком, вы могли остановиться, когда вы насытились, спокойно насытились и пошли заниматься своими делами, что было играть в куклы и так далее. Ну вот, это такое очень короткое изложение. На самом деле, да, очень много зависит от вашего пищевого поведения в целом вашего рациона. И от вашей цели. Чего вы хотите достигнуть? Считаете ли вы, что у вас действительно порция слишком большая, слишком маленькая? Очень часто мы просто чувствуем себя гилти, чувствуем вину, что мы хотим съесть добавку, хотя в этом не обязательно что-то есть смертельное, плохое, это абсолютно нормально захотеть добавку, если ты не наелся. И также это абсолютно нормально не доесть, если ты наелся. Окей. Лиза, вот как ты так гармонично развиваешься? Одно из другого все спокойно, какое-то прерванное сообщение, медленно и спокойно, образование за образованием, с опытом, без упадков и скачков. В чем секрет? Как бы ответить на этот вопрос? Ну, во-первых, если вопрос идет про мою какую-то работу и развитие профессиональное, то мне мне очень нравится развиваться в теме, в которой я развиваюсь. И мне нравится постепенно как-то прогрессировать, улучшаться. я всегда беру какой-то такой проект или какую-то такую работу и я рассчитываю реалистично, да, сколько мне нужно времени на то, чтобы проделать какую-то работу. мне очень помогает ставить реалистичные себе дедлайны, то есть сколько мне нужно времени, чтобы сделать, написать там эту курсовую, сколько мне нужно времени, чтобы написать резюме консультации какой-то. Но при этом я не у меня нет какой-то такой обсессии в плане продуктивности. и это такой навык, который я постоянно стараюсь себе развивать. Не быть помешанным на продуктивности, потому что сейчас мир немножко помешан на продуктивности, да, то есть каждую минуту дня можно обязательно продуктивно использовать. То есть я пытаюсь найти вот этот баланс между быть эффективно продуктивным но при этом не перегружать себя, не перегорать, я очень часто не берусь за какую-то работу, за какой-то проект, потому что я понимаю то, что я не готова сейчас себя этому посвятить. То есть вот этот вот я учусь говорить нет, но в то же время если что-то меня очень эксайд, если мне очень что-то хочется, что-то нравится, мне прям вот я воодушливлена, я этим занимаюсь. В общем, наверное, секрет находить желание, не находить желание, а иметь желание что-то делать. И еще, наверное, вот я только что пришла мне мысль в голову, быть заинтересованным в процессе, не только в достижении, а быть заинтересованным в процессе, который приводит к какому-то результату. Мне кажется, это секрет скажу, счастья, это секрет вот любить то, что ты делаешь каждый день. То есть это иметь, для меня важно иметь цель в каждом дне, то есть понимать, окей, даже если может быть одна вещь, которую я должна сегодня сделать, вот мне ментально, психологически очень помогает, особенно когда ковид и карантин и столько много неизвестного, uncertain, непредсказуемого в мире, мне важно иметь какое-то ощущение purpose, цели на сегодняшний день, ну или там, например, на следующую неделю или на следующий месяц. Я стараюсь очень далеко не заглядывать. Как-то так, я не знаю, ответила ли я на этот вопрос, такой достаточно глубокий и широкий. Мне кажется, нет секрета, мне кажется, есть желание быть лучше, постепенно становиться интереснее самой себе и ставить самой себе какие-то мини-челленджи. Мне помогает это жить хорошо. На этом всё на сегодня. Про всё и не про что короче мы поговорили. Я надеюсь, что вам было интересно. Ставьте лайк, комментируйте и до скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok